Гетмовис. Канал для всей семьи. Но те движения, что ты придумал, это здорово. О, этот конкурс отличная идея, Том. Моя спина, моя спина, моя спина, моя спина. О, да, Бена получается. Давай, Бен, давай, Бен, давай, Бен, давай. Начались каникулы. Мне нужно рано вставать, делать домашнее задание. А самое главное, я целую неделю не увижу мисс Мандракс. Что с Беном? Готовится к танцевальному конкурсу, который я учредил. О, да, я его выиграю, когда сделаю Супер Макс и двойное сальто с приземлением в стойку. Ух ты, я много слышал про этот сложнейший трюк, но не знал, что кто-то его умеет выполнять. О, да. Мисс Мандракс, что вы здесь делаете? Землевладелец попросил передать, что он в отпуске. И чтобы вы не разрушили его собственность, он назначил заместителя. Меня. Том. Бен. Анжела. Джинджер. Хэнк. Говорящий дом и друзья. Я буду управлять гаражом, как классом. С правилами и замечаниями. Уверен, мы сможем придумать другую систему. Возражения? Это замечания. Нет! А? Но, 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 но у меня никогда не было замечаний. Правила одинаковы для всех. И если будут еще возражения, я скажу землевладельцу, что вы их хулиганили. И он вас выселит. Теперь правила. Первое. Не танцевать. Никогда. Я ненавижу танцы. Но, 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 но. Надо уметь сидеть тихо. Или, быть может, вы хотите проблем? Не слышу. Нет, мисс Вандрос. Тогда слушайтесь. Я буду следить. Не бегать. Замечания. 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 Но я здесь не живу. Замечания. 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 Это невероятно. Все получили замечания, кроме Джинджера. У меня большой опыт. Иногда, если повезет, она засыпает. Не шастаться. И не кричать. О, нет. Она победила. Что значит эти замечания? Это значит, будете убираться в гараже. Или я расскажу землевладельцу. И вас выселят. Ладно, но только после завтрашнего танцевального конкурса. Мы должны быть там, особенно я, как мэр. Значит, танцы завтра. О, тогда вы должны отработать замечания завтра. И помните. Я ненавижу танцы. Это наше задание на сегодня? Ладно, все не так плохо. Ладно, плохо. Мы ни за что не успеем до конкурса. Да. Ужасно. Нет, нельзя сдаваться. Если работать быстро, мы, наверное, все равно не успеем. А может, и успеем. Ну, кто со мной? Я! За дело! Получилось! Время танцев! Мы все сделали, и мы уходим. Все задания, кроме одного. Пыль на зубных щетках. Так мелко написано. Это не честно. Это вам урок, что нужно быть внимательнее к деталям. А штраф за невыполнение задания – это новые задания. Но больше нечего делать. А снаружи гаража? Но снаружи так грязно. Хватит, Нейт! Мне пришлось пропустить дневной сон, чтобы контролировать вас. Вперед! Пора очистить мир. Я не хочу очищать мир. Хорошо, мисс Вантрекс. Мы с радостью все сделаем. Ну, кажется, хоть одному из вас тяжелая работа пошла на пользу. Джинджер, что ты делаешь? Помните, что я вам говорил? Иногда, если все ведут себя хорошо, мисс Вантрекс любит поспать. И она сказала, что устала. Если она уснет, мы сможем пойти на танцевальный конкурс. Пора спать. Это зрелище меня сморило. Знаете, что я люблю? Петь спокойную колыбельную. Вот для вас теплое, вкусное молоко. Вот, мисс Вантрекс, уютные тапочки для ваших ножек. Спасибо. Да! Ура! 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 О, да! Эй, Джинджер, когда будешь танцевать этот супер-макси танец? Жду подходящего момента. Уху! Да! Давай! Уху! О, да! Мисс Вантрекс! О, нет! Бежим! Анжела! О, знаю, я отлично танцую. Нет, здесь мисс Вантрекс. Она нас найдет. Что делать? Нужен навык, который объединит координацию, ритм и движение. Точно, Хэнк. Кажется, это наш танцевальный конкурс. Вперед! Бен, сейчас не время для твоих крутых движений. Теперь вам точно пора съезжать. Надеюсь, это веселье того стоило, Томас. Ай! Это нечестно. Я не успел показать свое супер-макси двойное сальто с приземлением в стойку. Джинджер, если ты ждешь подходящий момент, то он прямо сейчас. Ха! Пора показать танец. Нет! Не может быть после стольких лет. Невероятно. Молодая мисс Вантрекс выполняет супер-макси двойное сальто с пиратом. А говорят, это невозможно. О, на танцполе мяч. Не может быть. Никто не делает мой особый танцевальный трюк, кроме меня. На танцполе мяч. Мяч на танцполе. Мяч на танцполе. Джинджер оправдал наши надежды. Это было потрясающе. Где вы научились этому трюку? О, малыш. Вообще-то это я его придумала. Ух ты. Я выиграла. Я выиграла. Такое странное чувство. Класс. Это настоящий успех. Может, вы не будете нас выселять? О, ладно. Это приключение того стоило. О, да! Слышали? Веселье начинается. Да! Спокойно. Я все еще замещаю землевладельца, Томас. И перемена закончена. Слева направо. Метем и поворачиваемся. Ты все это подстроил, да? Зато мы будем здесь жить. Вот ты где? Я думал, что потерял тебя. Это было бы ужасно. Конечно, я буду волноваться, Боб. Ты мой единственный друг. Разве ты не помнишь, как я сюда попал? Не помнишь? Ну, это грустная история. Которая весело начиналась. О, да! У нас была крутая вечеринка в гараже. О, да! Прости, Джинджер. Это вечеринка для взрослых. Да ладно! О, нет. Еще одно сообщение от него. От кого? Знакомое лицо. Это журналист, который ненавидит технологии. Он пишет мне уже неделю. Знаешь, я его заблокирую. Нет, Том, это грубо. Я просто игнорирую таких. Есть. Я больше никогда не услышу об этом парне. Ох, пластиковые стаканчики. Спасибо, но я пью только из деревянных кружек. Том. Бен. Анжела. Джинджер. Хэнк. Говорящий Том и друзья. Не убегай. Я хочу взять у тебя интервью от твоей мусорной компании. Это гаражная компания. Эй, а как ты узнал о вечеринке? Тебя не приглашали. Приглашение? Это полная чушь. Дашь комментарий? Ну, например, моя вечеринка ужасна, а компания разваливается. Уходи. Замолчи. Прощай. Эй. Вечеринка продолжается. Да? Поспрашивай Хэнка, а не меня. О, не верю своим глазам. Это что, шпион 4000? Можно я посмотрю? Ха-ха-ха. Бэм. Эвэл. Этот журналист здесь. Он подрывает мой авторитет перед нашими гостями. Что? Ты не должен этого допустить. Соберись, дружище. Я пытался. Я заблокировал его в интернете, но он пришел сюда. Я не могу удалить его из реальной жизни. Ха. Нет, не можешь. Или можешь. Это антидруг. Ух ты. Вообще-то я его ещё не тестировал, но если он заработает, то благодаря ему ты больше не увидишь или не услышишь недоброжелателей. Ты как будто удалишь их из жизни. Да, удалим этого парня навсегда. Нравится вечеринка? Нет, я нашёл чипсы просто ужасной формы. Правда? Я считаю, что у нас идеальные чипсы. Глупости. Вот семь причин, почему ты ошибаешься. Первая. О, работает. Эй, оставь Тома в покое. Он хочет, чтобы всем было весело. Не волнуйся, Анжела. Я его не вижу и не слышу. Я ничего не понял, но думаю, это было... Ух ты, Том, ты лучший. Нет, Том, он мне это сказал. Да неважно. Бен, твой антидруг классный. Ну, я рад, что он работает. Но это был просто тест, я должен его отменить. Нет, вдруг я встречу ещё недоброжелателей. Это опасно, Том. Теперь смотри прямо в линзы, иначе отмена программы не сработает корректно. А, хорошо. Я обманул Бена. Он думал, что отменил программу. И после этого жизнь стала просто потрясающей. Да! Эй, смотри, куда идёшь. О, да? Может, будешь смотреть, куда ты едешь? Да, а может, ты... Сейчас же перестань свистеть. Это громко, а мой ребёнок хочет спать. Вы хотите, чтобы я оплатил аренду? А мы ведь только платили в прошлом месяце. Хм! Е-е-е-е-е! Хм! Вот. А, хе-хе-хе-хе. Ты сегодня такой внимательный! Знаю. С помощью антидруга я заблокировал весь негатив жизни и могу сосредоточиться на тех, кто мне дорог. Стой! Я думала, ты использовал его только на вечеринке. Э, э, да. Ну, тот парень и был всем моим негативом. Ой, принесли чизкейки. Забавно, что его называют чизкейком из-за корочки. Потому что это ведь сырный пирог, да? Нет, стой. Сырный пирог – это пирог с сыром внутри. Анжела, это глупости. Том, ты мне нравишься. Но ты абсолютно не прав. Анжела? О, нет. Том? Что происходит? Бен! О, Бен! Ты должен мне помочь. Я ее не вижу и не слышу. Она заблокирована. Заблокирована? Но это возможно только если… Что ты сделал? В общем, я немного прикрыл глаза, когда ты отменял программу «Антидруга». Что ты сделал? Ты шутишь, что ли? Ты точно… Бен! 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 Привет, Хэнк! О, Джинджер! Это ты! Как ты меня узнал? Разве я не выгляжу взрослым из-за бороды и усов? Нет времени на игры. Нужна помощь. Я не играю. Это серьезно. Чему дышусь в этом? Нет! Хэнк! Ты моя последняя надежда. Ладно. Слушай очень внимательно. Не важно, что случится. Не давай мне с тобой спорить. Хорошо? Хорошо. Это будет просто. Да! Да! Это хорошо. Чему дышусь в этом? Правда? Я не уверен, Джинджер. Том, что скажешь? Я не знаю, что он сказал. О, ты отвлекся. Джинджер, повтори, пожалуйста. Стой! Нет! Чему дышусь в этом? О, Хэнк! Том, слушай! Не могу! Я же заблокировал его! Заблокировал? Не понимаю, о чем ты. Том, я начинаю. Начинаю! Мол, он же написал, что я не хочу. Том, стой! Стой! Все в порядке, Том. А давай без меня не шлюпеню. Я больше не мог оставаться среди них. Поэтому я пришел сюда. Да, знаю. Говорил же, что это грустная история. Ай! За что ты так? Он ужасно выглядит. Мы, взрослые, должны ему помочь. Слушайте, у меня есть план, но у нас только одна попытка. Эй, что происходит? Эй! Друзья, я все еще вас не слышу, и мне очень страшно. Бен? Как ты это сделал? Я сделал сложные модификации и создал зону, которая отменяет эффект. Но это продлится только минуту. Мы должны объяснить твоему мозгу, что блокировать людей плохо. Теперь я понял. Это мало понять. Мы должны обратиться к источнику. Смотрел классический сериал про хирургов «Пациент ноль». Мы должны найти твоего пациента ноль. Моего пациента ноль? Нет. Нет! О, все что угодно, только нет. Нет! 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 Привет, Том. Мы должны вернуться назад. Ты заблокировал весь мир. Это впечатляет. О, да? Почему бы тебе... Ты... Ты не будешь меня оскорблять? Зачем мне это? Я, безусловно, лучше всех в школе, ну а ты лучший среди всех. Ты великий предприниматель. Ага. Ты прав. Это правда. А знаешь, прости, что я пытался тебя удалить. Я был неправ. Миритесь быстрее! Поле скоро пропадет! Время заканчивается! Быстрее! А что я должен делать? Стой! Нет! Нет времени на социальные сети, а? Ты отличный парень! Я не хочу блокировать тебя в реальной жизни. Или в сети. Бен, ты сумасшедший гений! У тебя получилось! И очень вовремя! С возвращением, Том! Спасибо. Все благодаря тебе, Анжела. Ты правильно сказала. Не надо никого блокировать. Ура! 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 Ха! Кажется, мы отключили электричество во всем городе. А-а-а! Нет! Ух ты! Мы в тюрьме, друзья. Настоящая тюрьма гораздо страшнее, чем по телевизору. Здесь настоящие преступники. Сколько отжиманий может сделать тот парень? Успокойся. Не забывай, зачем мы здесь. Это чуть дальше. Привет! Как дела? Знаете, бывало и лучше. Том! Бен! Анжела! Джинджер! Хэмк! Говорящий Том и друзья! Неделю назад. Эй! Что случилось? Ты даже не притронулась к коктейлю. Знаю. Я думаю о своей карьере. Единственный концерт за последний месяц – это выступление на детском празднике. И опять плохие отзывы. У нас с Беном тоже нет заказов уже некоторое время. Я тебя понимаю. Ого! Да! Класс! Программа «Доброе утро» хочет, чтобы мы с Беном рассказали про наш ультразвуковой измельчитель овощей. Отличные новости! И, наверное, ты не хотела сейчас это слышать. Ах, нет. Все хорошо. Я рада за тебя. Просто иногда мне кажется, что я никогда не стану звездой. Анжела, знаешь, я была в отчаянии, прямо как ты. Да, ты была одним из самых негативных людей, которых я знаю. Точно. Но потом я прочла это. Всегда говорит «да». Как разбудить свое внутреннее «да». Так, подожди. Это же явный обман для повышения продаж. У него ученая степень, знает, о чем говорит. Эээ, нет. Хорошие вещи случаются с позитивными людьми. Переверните «нет» вверх ногами, и мир скажет вам «да». Логично. Нет, вовсе нет. Эта книга изменила мою жизнь. Возьми ее. Простите, в этой воде со льдом слишком много воды и недостаточно льда. Вот еще лед, прошу. Видишь, старая я наорала бы на него. Отойди, Джинджер. Это наш новый ультразвуковой измельчитель овощей. Он может нарезать твой палец за восьмую долю секунды. Что? Измельчитель овощей? Ээ, скучно. Скучно? Если бы это было скучно. Как ты думаешь, нас бы пригласили в программу «Доброе утро»? Да, потому что это тоже скучно. О, удивительная книга. Я перестала блокировать свою энергию «да» и отлично себя чувствую. Отныне я буду говорить «да» всему. Правда? Уберешь в моей комнате. Джинджер, пожалуйста, не пользуйся моей позитивной энергией. Ну да. Ты правда приберешь в его комнате, если так написано в книге? О, я не искушаю судьбу, Том. Одно «нет» может стереть всю позитивную энергию, над которой я работала. Я не согласен с этой философией, Анжела. Иногда важно говорить «людям нет». В книге люди, которые так говорят, называются «никто». Я не горю желанием убираться в комнате Джинджера, но я буду за это награждена. Да, я так нашел кусок пиццы в моем ящике с носками. Точно? Да, работает волшебным образом. А теперь, простите, мне надо помочь другу. Джинджер! Спасибо, что помогаешь с посудой. Это меньшее, что я могу сделать. Эта философия отлично работает. Я прекрасно себя чувствую. Я даже придумала песню. Эй, прилипшие спагетти! Крепко держитесь вы! Что такое яблочный штрудель? Ты бросил вызов мне! Великолепно! Звезда родилась. Разреши представиться. Я директор полицейской музыкальной академии «Ла Капелла». Да? Обожаю «Ла Капеллу». 25 мне лет, 25 мне лет, и я... Я знаю эту песню, малышка. Я сам ее написал. Когда я услышал, как ты поешь, я понял, что ты идеально подойдешь для нашего шоу. Хочешь быть поющим присяжным номер девять? Что? Кажется, это значит да. Мы, присяжные, считаем, что обвиняемый... Виновен он! Да, виновен он! Мы просмотрели все факты! О, привет, Том! Как дела? У меня все отлично! Мы идем на доброе утро, чтобы представить наш измельчитель овощей, но мы забыли его дома! Это ты его забыл! Не важно, кто его забыл. Его забыли, ясно? Возьми его, пожалуйста, в гараже и принеси нам. Ты же все еще говоришь всем «да», верно? Мне очень жаль, что я скептически к этому отнесся. Да, я все еще это делаю, но у меня прослушивание в восемь. А Хэнк не может? Он не берет трубку. Пожалуйста, помоги нам Анжела. Ну, ответ «да» мне очень помог. Ладно. Да! Ах, я принесу. Анжела, стой! Ты все еще всем отвечаешь «да», верно? Эм, да. Чего тебе, Джинджер? Я воткнул цветные кнопки в свою шину, чтобы она выглядела круто, но шина сдулась. Отвези меня в школу, пожалуйста. Да, хорошо, садись. Спасибо, ты герой! Десять минут. Ты сможешь, девочка. Простите, вы можете нас сфотографировать? Простите, я очень спешу. Одно «нет» может стереть всю позитивную энергию, над которой я работала. Ну, хорошо, с удовольствием. А теперь мы еще подурачимся. О, нет. То есть... Ребята, вам пора. Покажите миру ваш измельчитель овощей. Что нам делать? Мы опозоримся перед всем миром в прямом эфире. Не волнуйся, Анжела успеет. Вот увидишь. Я назовусь другим именем. Линдой. Где же ты, Анжела? Пойдем. Давай, улыбнись толпе. А-а-а! 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 Встречайте изобретателей Тома и Бена. Они нам покажут, поправьте меня, если я ошибусь, ультразвуковой измельчитель овощей. Давайте сначала посмотрим погоду. Какой прогноз на следующую неделю? Солнечно. Вот и хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И именно тогда мы официально открыли Том и Бен Энтерпрайзес. Да. Думаю, это значит, что нам уже пора... Быстрее, Бен, бежим! А-а-а! Стойте! Я здесь! Я успела! Ужасили! Эй, эй, стойте! Это моя девушка! Серьезно? Что ж, мы арестовали ее за опасную езду на скутере. Мы ее взяли. Мы поймали городского маньяка. Я не городской маньяк! Я просто работала над своей энергией, да! Все так говорят. Стойте! Я хорошая! Спасибо. Окончание шоу прошло достаточно хорошо. Но тебе это сейчас не так интересно. Я снова не в тему. Эй, я рада, что спасла ваше шоу. И я рада, что вы пришли за мной. Но не могу поверить, что я решила, что отвечать на все «да» – хорошая идея. Говорить «да» – это неплохо. Просто иногда нужно также говорить «нет». Поверь, Бен. Теперь я буду всем говорить «нет». Отличный настрой! Наверное. О, это твой. Может, ответишь? Нет. Прекрасное чувство. Алло, телефон Анжелы? Ага. Что тебе, вы… Это директор Локапеллы. Он видел твой арест по телевизору и уверен, что ты отлично сыграешь преступника в следующей серии. О, но ты сказала, что не говоришь. Да, я согласна. Да, да, да! Озвучено по заказу АО «Первый канал» «Всемирная сеть». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин